Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня мы поговорим об одевании, а именно о быстром и эффективном. Многие игроки, апнувшись, задают вопросик на стримах, по типу, что делать дальше? Я апнулся, выбрал ковенант и чем заняться вообще в игре? Ответ прост. Если вы хотите для дальнейшего рейдить, если вы хотите для дальнейшего закрывать какие-то высокие ключики, то, конечно же, одеваться, потому что чем выше ваш эквип, тем быстрее умирают мопчики, тем больше у вас хп, тем меньше вероятность того, что вы просто шотнетесь в какой-либо обилочке. И, само собой, за счет всего этого шмота растет дэмэдж, растет число от хила, которое вы производите, играя на хиле. Ну и, само собой, уменьшается количество получаемого дэмэджа, когда вы играете на танке. Думаю, из этого монолога понятно то, что гир неотъемлемая часть игрового процесса. Чем лучше экипировка, тем просто-напросто проще становится играть. Тем быстрее вы проходите подземелья, тем быстрее вы делаете локалочки ради получения аниме, репутации и прочих-прочих интересных вещичек. Давайте разберемся, откуда у нас вообще, в принципе, падает какой-либо эквип до старта рейда. Потому что, окей, с рейдом, в принципе, все понятно. Мы проходим нормал героек 9 декабря и лутаем уже хорошие-хорошие вещицы, в принципе. Также там еще стартует мифик плюс, мы и оттуда будем фармить бесконечно шмот. Но к этому моменту нужно тоже одеться. Стартовать в каком-то 130-135 эквипе в нормал рейд. Это неэффективно и вас просто не возьмут. То есть это очень-очень маленький эквип, который вы делаете в тот момент, когда, в принципе, только аппаетесь. Само собой, нужно подготовиться к рейдам. Предлагаю замечательное просто времяпрепровождение. 8 подземелий на текущий момент открыто. И их можно проходить в трех сложностях. Обычную сложность мы вообще не рассматриваем. Потому что мы получаем вещицы малого уровня предмета. 158. Это реально мало. Далее героические подземелья. Это было бы эффективно, например, во вторник полутать какие-нибудь вещицы 171 уровня предмета. Но сегодня у нас уже по календарику четверг. И вчера, в среду, открылись мифик нули. Мифик нули это обычные мифические подземелья, в которых нет таймера. Вы проходите их потихонечку, никуда не торопитесь, убиваете боссов. Боссы не сложные. И вы уже смотрите абсолютно всю механику этих боссов. То есть ориентируетесь на мифик плюс. Таким образом, получаете 184 уровня предметы. Это замечательно. К тому же, если вы, например, ходите хорошей группой из пяти человек. Вы потихонечку одеваетесь, одеваетесь, одеваетесь. И уже к подземелью пятому, шестому получится такая ситуация, что вы сможете друг другу передавать вещицы. Передавать вещицы можно только при том условии, если на вашем персонаже надета вещица такого же этом левела или выше. Ну, выше не получить, 184 на текущий момент. Хотя, немножечко вру в этой ситуации. Есть боешечки. Интересные на аукционе. Которые просто-напросто дрогаются с мопчиков в открытом мире. То есть, если мы, например, откроем вкладку оружий, то что мы можем увидеть? Листанем пониже, потому что цены большие, наверное. Умиротворяющий клеймор Ульфия. 190 и двуручный меч. Казалось бы, реально классно, реально круто. То есть, он меня апнет. Но с мифик нуля я уже дропнул 184 пушечку. И статы поинтереснее. Еще и скорость передвижения прокнула, что, в принципе, для ДК неплохо. То есть, за 6 итем-левелов пушечки платить 126 тысяч золота. Ну, окей, цена будет падать. Такая себе идея. Предлагаю просто-напросто пронести мифик нули. И все будет замечательно. То есть, 8 подземелий было пройдено. И что получается? У меня не заменено. Шапка, которая дропалась с зота в мифике. Нек 151 итем-левела. Далее. Колечко 140-го. И тринкет 130-го. Надо менять это в ближайшее время. И, то есть, откуда я могу получить, например, эти вещицы? Локалочки. Локалочки дают мне 158-е вещицы. Это вроде неплохо, но, опять же, это мало. Тут вообще проводнички. С ними ничего не сделаешь. Есть PvP-шмот. PvP-замечательный шмот, который, в принципе, неплохо подходит для PvE у тех, скажем так. Так, мопчик находится здесь вот. То есть, получается, по карте это анклав. Если рассмотреть без просмотра карты, то там мы появляемся в тот момент, когда выходим из утробы. Еще находится портал в Аргримар, который видно. И портал в Штормград. Забегаем. Тут, к тому же, берем квестик на получение. Полутора тысяч очков с рандом БГ нам еще дополнительно дадут 500. За выполнение этого квеста также дадут аниму, что немаловажно. И находится поставщик Зокул. У него мы покупаем различные предметы. 158-го уровня предмета. Но мы не забываем о том, что ввели систему апгрейда для PvP-вещей. И это, в принципе, замечательно. То есть, мы покупаем вещицу. Далее мы взаимодействуем с агрессором за Дашем. И у него эти вещицы апаем. К примеру, очень хороший тринкет на проживной мейнстат имеется у этих торговцев. То есть, он реально апнет ваш дэмэдж. И все будет замечательно. Я же немножко подумаю, пофармлю чести. И тоже чуть-чуть-чуть-чуть закуплюсь этим PvP-шмотом. Как вариант, можете закупиться фулл PvP-шмотом до того момента, как пойдете в мифик нули. Чтобы в мифик нули проходить очень и очень просто. В принципе, в 140-м уровне предмета у нас не было особых проблем. Мы, получается, пошли сначала в бастионовские дэнжи. Потом в Малдраксусские. Далее в Ревендредские. И закончили на Орденвельде. В общем, подводя итоги, могу сказать, что эффективное одевание на текущий момент до открытия рейдов. Это мифик нули. Это PvP. Это покупка боешек с аукциона. Но только при условии, если у вас хорошее количество золота. Также не забываем о том, что на следующей неделе вы уже сможете скрафтить легендарочку. То есть 2-3 числа вы вновь идете в Таргаст. Не забываем также про поход на этой неделе. И можно будет скрафтить легендарочку, получается, 190 уровня предмета. Но, как я говорил ранее, в прошлом еще там в видосике, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь насчет крафта легендарочек. Потому что тот пепел душ, который вы потратите, вы не вернете его. И легендарочку нужно крафтить эффективно. Это факт. А также, если вы делаете абсолютно все локалочки, как и я, даже локалочки на питомцев. Возможно, с какой-то фракцией у вас будет почтение или превознесение к открытию рейда. Все возможно. За почтение вы можете купить примерно 180 уровня предмета вещицу, а за превознесение 200. Это в принципе неплохо, то есть если получить превознесение до рейда. Потому что с обычного рейда мы получаем вещицу 200, также и тем левла. То есть мы можем ее просто-напросто с рейда кому-то передать в будущем. Работаем на себя, а также на свою рейдовую группу. Помогаем другим людям одеться так же. Вот и все. Такая мысль. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. Мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Спасибо. Продолжение следует...